Дмитрий Владимирович, а вот вам эти марши подчиненных Яроша не напоминают Германию 30-х годов? Напоминают. И вообще технология абсолютно похожа. Я просто хочу напомнить, что книга «Майн кампф», запрещенная тоже Гитлера, это было заявление о вступлении в британскую разведку. Немного и немало. И все, что происходило в Германии, это была подготовка к войне с Россией. То же самое, что делает Дмитрий Ярош. Вообще, вот эту справку, если дать, что происходит, то надо вспомнить, кто такой Дмитрий Ярош, Анна Ливайченко и Порошенко в этом смысле. Это сотрудники вполне определенной конторы, которая называется политическая американская разведка. Это ЦРУ. И все батальоны, которые возглавлял Ярош за последние годы, что мы его знаем, это и регулярная армия Соединенных Штатов Америки. Все, что сейчас делается, это ради этнических чисток, для создания ситуации война всех против всех на Украине. И не факт, что это под выборы Порошенко. Ну, Ярош на этот раз вроде бы сам на выборы не идет, да? А значит, все-таки, как говорят эксперты, у нее есть заказчик. Давайте послушаем. Ярошу нет смысла наводить террор ради террора. Террор же это средство, а не цель. Значит, либо он сам должен идти вперед к более высокому статусу, либо он должен кому-то в этом помочь. Кроме действующего президента, других фигур, которым он может помочь своим террором, не прослеживается. Поэтому я думаю, что какая-то договоренность есть. В общем, непонятная история. Вроде бы не под выборы Порошенко, как вы сказали, а с другой стороны, наверняка будет запугивать несогласным с курсом Порошенко. Для чего все это делается? Смотрите, мы все время рассуждаем о том, что Порошенко – это и есть верхний этаж принятия решения. На самом деле, Порошенко никто, и звать его никак. Это человек, которого политическая разведка держит за все возможные рычаги управления. Он на растяжке. И это та же самая контора, которую управляет Наливайченко, Ярошем. Вспомним, в 2014 году, когда Наливайченко был главой СБУ, Яроша назначили его подчиненным, который контролировал и охранял газотранспортную систему. На самом деле, он, как и регулярная армия США, решал задачу шантажа Европы при принятии определенных решений. Тогда еще газотранспортная система вовсю орудовала. И это был инструмент влияния на Европу. Сейчас главная цель – это война всех против всех. И с учетом того, что Америка находится в очень сложном положении, у них в ноябре и в декабре выплаты по долгам колоссальные для того, чтобы взорвать Европу, достаточно создать ситуацию тотальной войны всех против всех, этнических чисток. Они это умеют делать. Мы помним Мариуполь 9 мая, мы помним Одессу 2 мая. Они это умеют. Зачем? Чтобы взять Украину под контроль? Для того, чтобы создать гуманитарную катастрофу, массовое число беженцев, причем не только в сторону России, но и Польши. И вот такой подрыв Европы и стабильности, по мнению американских страновых элит, позволит им создать передышку. Ну а Порошенко тем временем разыгрывает последнюю оставшуюся карту. И это, конечно, национализм, но это может дорого обойтись Украине. Давайте посмотрим. Совершенно четко президент нацелен на то, чтобы делить страну на своих чужих. И, очевидно, его стратегии, его избирательные кампании исходят из стратегии раскола электорального поля. При этом атаки молочков Яроша могут вызвать волну миграции из Украины, новую волну миграции? Конечно, безусловно. Это инструмент создания гуманитарной катастрофы на Украине. Ситуация война всех против всех. Это примерно откат к ситуации 2014 года, когда речь шла об этнических чистках русскоязычного населения. А Ярош выходит из фронта Донецкого в какую сторону? В места компактного проживания русскоязычного населения. Ну, даже если, смотрите, Порошенко победит на выборах, скорее всего, ему за это придется потом очень дорого заплатить. Давайте посмотрим. Очень возможно, что если власть будет держаться террором, то власти заберут те, у кого в руках террор. Зачем делиться с каким-то президентом? Ну да, он законно избранный, в кавычках. Его Запад признает, поэтому пусть сидит в президентском дворце и ездит на Запад речи говорить. А править будем мы. Дмитрий, скажите, а к чему может привести вообще вот такой вот тесный альянс Порошенко и националистов в дальнейшем, допустим, после выборов? Я думаю, что это вообще ситуация не под выборы, потому что выборы могут быть и отменены в силу обстоятельств непреодолимой силы. А это ситуация резкого обострения на украинском фронте вообще. Порошенко – это человек, который, в принципе, ликвидационная команда. То есть это человек, который себе там отходные пути готовит. Его задача – спалить Украину и создать очаг напряженности в столкновении с Россией прежде всего. И что же мы тогда будем делать? Мы будем эту ситуацию отслеживать, что, в принципе, сейчас и происходит. Мы будем создавать дипломатическими, разведывательными и другими мероприятиями невоенного характера. Мы будем создавать ситуацию, при которой у американцев может это и не получиться. Но не напоминает ли вам судьба Порошенко, может быть, в перспективе судьбу Саакашвили? То есть, может быть, он пойдет по тому же самому пути? Я думаю, что судьба у него будет хуже. Судьба у него будет хуже. И его держат за очень многие причинные места. Это семья, дети. Это даже речь не об активах. Это человек, который… У него на лице написано «Таскай печаль». То, что он исполняет, и он вынужден исполнять, это достаточно печальная история. Что же с ним будет? Ну, смотрите, да. Хуже, вы говорите хуже. Ну, давайте пофантазируем. Расскажите, что вы имеете в виду. Если на территории Украины возникнет полномасштабная гражданская война, а подразделение Яроша, а это ГИЛ в чистом виде, это регулярная армия США, они призваны стрелять в обе стороны и создавать вот эту этническую войну, то вся ответственность все равно ляжет не на Яроша. Вся ответственность ляжет на человека, который номинально возглавляет государство. И, соответственно, это даже не Чаушеско. То есть, там может быть… Он может не успеть убежать. Ну, хорошо. Смотрите, если не Порошенко, то кто? Вот, допустим, лично вы на кого бы поставили или, как вы предполагаете, кто может быть следующим лидером государства? Я думаю, что американцы вместе с элитами Украины пришли к консенсусу относительно его фигуры на продолжение его правления, потому что вот эта ситуация ни войны, ни мира, она американцам максимально благоприятственна. То есть, еще один строк он? Да. Я думаю, что сделана ставка на него. Все легли под американцев. Но, как обычно, американцы кладут яйца не в одну корзину. Да, очень активизировалась Юлия Владимировна. И еще несколько кандидатов. Ну, то есть, несколько забегов пошло. И дальше будем посмотреть, как сыграет эта ставка. Будем смотреть, как сыграет эта ставка и следить за развитием событий. Спасибо вам большое. Чем грозит украинцам? Союз президента Порошенко и националисты Яроша мы обсуждали с политологом, военным аналитиком Дмитрием Тараном. Ну, а через пару минут расскажем об ответных мерах России против Украины.